Анна и Сергей Литвиновы. Два взгляда на одну любовь. Глава первая. Самый первый взгляд. Анекдот по случаю. Мужик многого достиг, создал и развил бизнес, заработал денег. Пришла ему пора жениться. Он и этот процесс решил поставить на деловые рельсы. Нашел трех девушек-претенденток, дал каждый по 10 тысяч долларов и сказал, «Делайте с этими деньгами что хотите, а через полгода посмотрим». Первая недюжинные способности проявила. Вложила эти 10 штук в дело, раскрутилась, деньги приумножила. Через полгода отдала мужчине 30 тысяч. Вторая наоборот, вбухала все средства в себя любимую. Пластических операций наделала, дизайнерских платьев, накупила туфель, сумочек. За полгода настоящей красоткой стала. Все вокруг заглядываются, и ему приятно с ней в свет выйти. А третья деньги вложила, чтобы мужика ублажить всячески. Курсы массажа прошла, стриптиз выучилась танцевать, интимную стрижку сделала, чулочки с поясом купила, то-се. Мужик по истечении полугода посмотрел на всех трех претенденток, на их результаты и женился на той, у кого грудь больше. Принцип, что счастье в мелочах, опровергает большая женская грудь. Когда-то на заре совместного творчества моя сестра и соавтор Анна Витальевна Литвинова написала в своем куске романа сущую ерунду. Герой там, довольно положительный, смотрел на девушку в ресторане и думал к ней подкатить. И он, дескать, в трактовке Анны, обратил внимание на то, какой у красотки, цитирую близко к тексту, изящный маникюр, приятные манеры и гордая осанка. Прочтя, я сказал Анне, что мужчины при первом взгляде вряд ли замечают осанку и манеры и маникюр. Вышеуказанные вещи для сильного пола имеют значение скорее вспомогательное и являются чем-то вроде гарнира. Точнее, даже так. Наличие оных опций, красивого маникюра, хороших манер или умения держаться, возможно, будет засчитано девушке в плюс. Именно возможно. В данной теореме, кстати, верно обратное. Отсутствие вышеописанного однозначно будет занесено представительнице прекрасного пола в минус. То есть совершенно не факт, что мужлан заметит френч-маникюр, сделанный девушкой вчера у лучшего мастера города. Но вот если ногти у нее, кошмар, вдруг окажутся облуплены, как у советской продавщицы овощного магазина, на это он обратит внимание обязательно. На приятные манеры представитель сильного пола тоже вряд ли поведется. А вот если наоборот гражданка вдруг чавкает, шмыгает носом и не умеет пользоваться салфеткой, можно не сомневаться, сие наш кавалер узрит и в графу «недостатки и пороки» внесет. Но столь кропотливое исследование представительницы противоположного пола не совершается мужчиной на самом первом этапе знакомства. Этот осмотр происходит намного позже. А в начале... Да, в начале. Что же замечает мужчина в самый первый раз? — спросила меня Аня. И это оправданный интерес. Потому что даже всезнайка интернет в ответ на гугловско-яндексовский запрос, на что прежде всего обращает внимание сильный пол, начинает, как правило, лепить полную ерунду. Лепечет что-то о роскошных волосах, зазывных губах и хорошей обуви. Договорились до того, что главным для мужчины являются идеальные зубы. Не иначе компания, производящая пасту или коронки, это исследование спонсировала. Похоже, тексты о мужских предпочтениях пишут на девичьих сайтах как раз-таки авторы девочки. В соответствии со своими девичьими и в широком и в узком смысле взглядами. Замечу, совершенно неправильными. Потому что ответ на запрос, на что глядят мужчины, прост. Мы мужики, должен признаться честно и самокритично, да вы и сами это знаете, особи по сути своей примитивные. Одно слово, самцы. Поэтому осанка, маникюр, манеры для нас, конечно, играют определенную роль, равно как стильная от дизайнеров одежда, или красивая обувь, или ухоженные волосы. Но! Вряд ли вот кто-то прям так уж замечает это при самом первом знакомстве. Реально, все самцы поначалу упираются взглядами в волшебную триаду. Она действительно прежде всего бросается в глаза и является определяющей в оценке незнакомки. Определяющей, но, кстати, не решающей. О том, что обычно бывает самым главным, поговорим несколько позже. Так вот, триада, мимо коей не может проскользить взор ни одного представителя мужского пола, такова — грудь, попа, ноги. Говорят, что самцы Homo sapiens даже делятся в зависимости от собственного личного психотипа, на попистов, то есть тех, кого больше всего привлекают бедра, грудистов, соответственно, тех, кто прежде всего замечает грудь, и ножистов. Причем, дескать, имеется даже статистика или исследование пресловутых британских ученых, согласно которой тех, кто любит грудь, среди нас больше всех, что-то около 60%. Попистов — примерно трое из десяти. А поклонники стройных дамских ног составляют скромные 10%. Не знаю, насколько верны эти подсчеты. Когда-то в свои резвые 20-25 лет я ухитрялся замечать разом, единым взглядом, все — и бедра, и талию, и ноги, и грудь. А еще пушок на щеках, ямочку над ключицей и локон, вьющийся над ушком. Теперь с возрастом реакции стали примитивней. И сам я лично, наверное, отношусь к бодрой гвардии грудистов. Во всяком случае, не могу спокойно пройти мимо хорошей женской груди. Не могу пройти мимо, в самом фигуральном, разумеется, смысле. То есть я ее замечаю. Некоторые психологи утверждают, внимание, которое оказывает самец пресловутым молочным железам, имеет глубочайшую подсознательную подоплеку. Дескать, если они хороши и правильно развиты, то представителям сильного пола тем самым подается сигнал, мол, эта грудь сумеет прекрасно выкормить твоего наследника. Точно так же, как большие и красивые женские бедра, дескать, извещают мужика, что их обладательница будет легко разродиться совместным ребеночком. Не знаю, правильно ли вышеупомянутые фрейдийские толкования, но вторичные половые признаки, скажу откровенно, оказывают на мужланов мощнейшее воздействие. И если станет петь вам иной ухажер, я, дескать, прежде всего, заметил твой недюжинный интеллект, хозяйственность и домовитость, не верьте ему. Все врет, гражданин. Или по меньшей мере добросовестно заблуждается. Ваши стати. Вот что главным образом сыграло роль при самом первом взгляде. Да, как ни пошло или сексистки звучит, но, увы или ура, во главе угла находятся ноги, попа, грудь. И да, размер имеет значение. Многие девушки жалуются и сетуют на примитивность волосатых созданий, но тут ничего не попишешь. Четвертый, пятый, шестой номер, он сам непроизвольно бросается в глаза. Однако заметить в данном случае совершенно не является синонимом «понравится». Есть, конечно, среди мужчин отдельные любители гигантизма. Чтобы уткнуться, зарыться и чувствовать себя накормленным и защищенным. Но большинство, выбирая между большим и соразмерным, предпочтет все-таки последнее. То есть не величину, а красоту. Поэтому совершенно не следует в погоне за будущим мужским вниманием немедленно отправляться на операцию по увеличению. Во-первых, не мне вам рассказывать, сколько существует подручных средств для того, чтобы сделать своему бюсту, бедрам и ножкам пиар и апгрейд. Красота, она ведь легче замечается, чем самый гигантский размер. О, эти восхитительные виды, когда грудь грамотно полуобнажена, когда видна ложбинка, когда декольте притягивает взор и обещает продолжение, когда разрез на юбке очаровательно полуоткрывает бедро, когда ножка закинута за ножку и вдруг становится на секунду видна повязка чулок. Повторяю, мужчины примитивные создания, и сексапильность для нас куда важнее любого гигантизма. Вдобавок, мужички, они ведь обожают интригу. Если даже декольте ваше наглухо задрапировано, все равно он на него посмотрит и станет гадать, а что там? Первый номер или третий? И насколько там все красиво и совершенно? Кроме того, подружки вам об этом не расскажут, существует немало мужиков, которые предпочитают, например, мальчишескую грудь. Да-да, совсем крошечную, ведь многие самцы по сути экстремалы. И если среди них есть особи, выбирающие огромный бюст, то имеется в противофазе довольно много тех, кому нравится нулевой. Итак, самый первый мужской взгляд, он непременно обследует грудь, бедра и ноги, но всегда в конце своего изначального путешествия упирается в ваши глаза. Он, самый первый взор, длится, говорят, 7 секунд. И по истечении данного времени это волосатое животное подсознательно решает, будет ли оно предпринимать попытки знакомиться с вами и пытаться идти на дальнейшее сближение. Да, в самой первой оценке большую роль играют, повторимся, вторичные половые признаки. Но все-таки гораздо важнее ваши глаза, очи, вежды и зеницы. Точнее, тот сигнал, который они мужчине посылают. Если он холоден и тускл, как можно рассчитывать, что потенциальный претендент захочет продолжать с вами знакомство, сколь бы прекрасна ни была его обладательница. Но каким же должен быть тот самый ваш взор? Наверное, каждая девушка хотела бы обладать его магической тайной. Умением отправлять тот сигнал, на который ведется любой мужчина, чтобы посылать его в нужный момент, в нужном направлении. Или рассыпать без ограничений по сторонам. Или, напротив, тушить его в себе, когда не до мужиков, и внимание противоположного пола тебе совершенно не требуется. Как бы описать вам его, этот магический взгляд? Тот самый, ради которого любой мужчина способен оторвать свой зад от ресторанного стула или сидения метро, или выскочить за вами из трамвая, или бросить на светофоре свой автомобиль. Англичане совершенно правильно назвали его эпил, то есть призыв. Но в русском языке, увы, слово «призыв» ассоциируется скорее не с девушкой, а с первогодками в армии. Поэтому, чтобы описать тот самый взор, мне понадобится изрядно слов. Его влекущий взгляд очень хорошо определил когда-то давным-давно мой старший товарищ, большой гуляка и ходок Саша П. Так как термины на букву «Б» по закону запрещены в печати, ограничимся эфемизмом. Он называл это женское чудо так. У девушки в глазах гульба расцветает. Да, вы можете считать себя и быть сколь угодно серьезной, неигривой и недоступной дамой. Но если вы хотите пользоваться вниманием мужчин, да еще сходу, вам просто необходимо завести в собственной коллекции именно такой взгляд. Другой мужчиной, известный фотограф Игорь Я, характеризовал этот взор так. Однажды я подслушал, как он говорит своим подопечным, моделям во время съемки. «Гляди на меня так, будто за камерой не я, а самый-самый любимый твой, дорогой и нежный человек. Ты его обожаешь, и только что имела с ним восхитительный секс». Мужчинам-моделям он, чтобы у них получился взгляд-эквивалент, впрочем, внушал иное. «Представь, что на моем месте стоит прекрасная голая девушка, которой ты очень хочешь немедленно трахнуть». Возможно, вы опасаетесь, что если применять подобный взгляд, то вас примут не за ту, кем вы являетесь. Посчитают гораздо более легкомысленной, чем вы есть на самом деле. Что ваши глаза пообещают чрезмерно многое, и потом от того мужика, что в них заглянет, по добру, по здорову не отвяжешься. Да, имеется такая опасность. Но в каких обстоятельствах и по направлению к кому конкретно применять тот самый взор, это уже вопрос ума и инстинкта самосохранения. Конечно, на месте нежной девушки я не стал бы посылать сексуальные взгляды полупьяному типу в пустом вагоне последней электрички. Однако в иных, не экстремальных обстоятельствах, по-моему, вряд ли следует бояться, что вас сочтут излишне кокетливой. Ведь взор к протоколу не подошьешь. Сейчас он обещает все, а через минуту в ваших силах сделать его ледяным и неприступным, и продублировать изменившиеся отношения гневными филиппиками. Мол, гражданин, я не такая, и вы совсем не так меня поняли. Однако суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Знаете, я готов подтвердить вам, что мое самое впечатляющее в жизни знакомство состоялось в полном соответствии с моими сегодняшними построениями. Итак, я приехал к своему другу и однокурснику на станцию Тверца Калининской железной дороги. Разгар лета. Двери электричек в этих краях в те давние советские времена открывались вручную, и я, овиваемый ветром, красовался на ступеньках тамбура. На станции я увидел, что рядом с моим другом стоит девушка в легком сарафане. Сарафан был по-советски целомудренным, но изящно намекал на все, что находится под ним. Пока поезд тормозил у платформы, я успел оценить, благодаря летнему времени, ножки девушки, ее бедра и грудь. Все оказалось в порядке. Ножки стройные и крепкие, бедра крутые, а грудь высокая. Пока электричка останавливалась, мой взгляд уперся в ее глаза. Они дышали радушием и улыбкой. И еще, что было необычно для тогдашнего сурового советского общества, девушка приветливо помахала мне рукой. Как результат, с этой девушкой мы вместе уже 40 лет.